Приветствую вас, маг. Ах, тебе все-таки хватило наглости явиться сюда. Сюда меня пригласили. Присутствовать здесь мой долг, а наглости мне хватало на то, чтобы являться в такие места, бывать в которых тебе и в страшных снах не приходилось. Твоим первостепенным долгом когда-то было служить Святому Огню, но ты почему-то решил, что можешь не исполнять его. Ты безнаказанно покинул Круг Огня, и для чего? Для того, чтобы предаться изучению демонической магии. Позор тебе, нечестивец! Сегодня Инус подверг меня тяжкому страданию встречи с тобой, и, клянусь его именем, я бы предпочел быть низвергнутым в преисподнюю, нежели испытывать то, что сейчас испытываю, нежели видеть твои бесстыжие глаза, дерзко смотрящие в мои, нежели видеть то, во что так быстро превратился служитель Инноса. В преданности Коева Церкви и Святому Пламени никто не сомневался. От желторотого послушника до короля никто! Все происходящее в мире есть воля богов. Не мы решаем свою судьбу. О чем ты? Храбреца победившего спящего и разрушившего барьер все это время наставлял с опорой на данные мне Белиаром знания я. Я поднял его из мертвых силой, дарованной мне Белиаром, чтобы он спас нас от драконов. Сейчас я пришел сюда, как представитель Белиара, следуя зову героя, чтобы помочь восстановить артефакт, представляющий опасность для темного бога. Какой еще темный маг согласился бы на это вместо того, чтоб превратить вас в прах? Мм? Я хочу услышать, что скажет уважаемый служитель Инноса. Не смей произносить имя господа нашего своими грязными устами, отступник! Твоя... Способен ли ты еще на что-то, кроме разведения демагогии, верховный маг? Чему уходу из монастыря ты обязан местом настоятеля, а? Ты сел на трон в церкви монастыря, а я пошел создавать барьер. Я был против барьера. Высвобождение столь огромного количества магической энергии изначально было колоссальным риском и риском оправдавшимся. Вы все оказались под куполом. Под ним же зародилось зло. О, спящий родился гораздо раньше. Мы лишь стали свидетелями его пробуждения. Да, но возникновение секты, что пробудило его, твоя вина. Ты не остановил их, когда они уходили из старого лагеря, о всезнающий. Перестань. Я покинул его раньше, чтобы углубиться в изучение ошибок, связанных с ритуалом образования барьера. Мне было не до присмотра за группой свихнувшихся каторжников. В этом ты покаялся, хорошо. Что ты говоришь? Я скитался по враждебным землям орков в поисках ответов, а ты грел свою задницу. Это тебе бы сейчас стоило молчать во стыде. А я что, ничего не делал? Я дал избранному письмо для тебя, где описал опасность, исходящую от секты на болоте. Это было тогда, когда след мой уже простыл в старом лагере, а сектанты вовсю собирали слюну для ритуала пробуждения и искали юнитор. Вот так спасибо. Твое послание получил бедолага Користа. Еще один приверженец бездействия и выжидания, который сидел на пирах в замке по правую руку от Гамеза. Был его придворным, а потом погиб от мечей его же головорезов. Ты виновник смерти Користа и остальных наших братьев, ты? Нет. Они взрослые люди, и более того, они маги. Им следовало самим о себе заботиться. Я ушел искать решение проблемы, а они остались. За это Бог Света и Огня их и покарал. Огонь стихия буйная, мечущаяся. И жрецы Огня должны быть людьми действенными, решительными, не сидящими на одном месте без дела. Так что соверши хоть один поступок, достойный той протертой чуть ниже спины мантии, что ты носишь, и внеси лепту в восстановление глаза. Глаза? Господа вашего, чье имя твоим указом мне запрещено произносить. Хвала Ададасу. Давайте начнем.